Как правильно принимать креатин? С загрузкой или без? До тренировки после или утречком? Запивать соком или водой? Ну и, наконец, курс приема все-таки один месяц или все три? Мы рассмотрим самые популярные советы по этой теме и четко поясним, кто прав, а кто нет. Загрузка, она же лоадинг, она же тупо прием креатина большими порциями первые несколько дней. Наш старший коллега Антон Петряков, который более известен как Базилио с канала Фрешлайф 28, считает, что... Принимать его надо с фазой загрузки. Но вот продавцы спортивного питания, которые обзавелись ютуб-каналами, не исключают вариант без загрузки. Креатин монохидрат и без загрузки работает, плюс загрузки в том, что он просто быстрее включится в работу. Самый простой и рабочий вариант пить креатин каждый день одинаковыми порциями без всяких загрузок. Второй вариант приема это пить креатин с загрузкой. Да, у ребят чувствуется склонность к использованию варианта без загрузки, но все же они придерживаются нейтральной позиции, потому как их конечная цель это все-таки продажа, а не обучение. Это с фазой загрузки и без нее. Представитель британского бренда тоже не исключает оба варианта и вместе с продавцами спортпита оставляет вопрос открытым. Спортсмены Дмитрий Глебов и Богдан Бутенко ссылаются на личный опыт в этом вопросе. Я последнее время не делаю загрузку. Я полностью игнорировал фазу загрузки. Дмитрий Глебов, кстати, во избежание бомбежа, хоть сам и не использует загрузку, поясняет в каких случаях он считает ее уместной. Циклы тренировочные, да, периодизация. Тогда вам лучше сделать загрузку. В целом личный опыт это хорошо, но мне кажется вам, как зрителю, такая инфа не особо полезна. Ведь это не ответ, как правильно делать вам. Тут нужна индивидуальная инструкция, и я почему-то подумал, что скорбящий разоблачитель Виталия Дана сможет внести ясность по вопросу загрузки креатином. Вы можете это делать загрузкой, то есть в несколько приемов пищи в день потреблять вот дополнительно креатин. Эммм, хотелось бы все-таки услышать более четкий ответ, а не размышления на тему, что мы можем делать. Кстати, сам Виталий Дан высказал очень интересную теорию. Я вам так скажу, блядь, если даже от креатина ваша печень нахер отказывает, то в бодибилдинге вам делать нечего. Так, у нас с печенью вроде все окей. Виталь, как принимать-то? 10 дней или 15 дней принимаете 15 грамм креатина, а то и 20 грамм креатина. В этом смысла я не вижу никакого. Как понимать формулировку смысла я не вижу? Ну, ты великий эксперт, не видишь. А Базилио, например, видит, и Глебов видит. Кого из вас мне слушать? Вот молодой насмотрелся этих ваших советов и зарядил. Пас загрузки первые 10 дней, но я считаю, что это полный бред. Я смотрел в интернете об этом. Догадался, кто следующий? Даю полсекунды на размышления. Время вышло, конечно же, Миронов дядя Сережа. Я бы, конечно, рекомендовал использовать без загрузки, если вам, вы никуда не торопитесь. Слишком нерешительно Миронов отверг загрузку. Ведь кто-то из вас все-таки может торопиться. Но в самом деле, почему бы не получить результат быстрее? Вот тебе, например, предложат на выбор пожать сотку через неделю или через месяц. Ты, конечно же, выберешь быстрый результат. Это не нужно. Не нужно нагружать свой организм большими дозами креатина в начале. И это потрясающий ответ. С ним мы полностью согласны. По исследованию Халтмана, Содерланда и других исследователей, что с загрузкой, что без нее, на 28-й день приема креатина его накопление в мышцах абсолютно одинаковое. К тому же, при загрузке мы получаем в 4 раза больше креатина за первые 6 суток, что неизбежно создаст нагрузку на почки и может негативно повлиять на пищеварительные процессы. Разница по наполнению креатином за первые 5-6 дней безусловно будет. Но это не является решающим фактором для повышения силовых, так как за неделю ты не сможешь так быстро спрогрессировать, как твои мышцы наполнятся креатином. Ну окей, вот давай на простом примере. У тебя классическая схема тренировок. Раз в неделю ты делаешь жим-лежа, допустим, ту же пресловутую соточку. Максимум на 8 повторений. Предварительно послушав мудрого дядю Антона, вместе с началом новой недели ты стартуешь прием креатина и грузишься им по 20 граммов в сутки. К следующему понедельнику у тебя очередная тренировка жима-лежа, а твои мышцы уже прям вот на всю наполнены креатином. Ты сможешь пожать 110 на 8? Нет, ты накинешь в лучшем случае 5, ну может 6 килограммов в том же диапазоне повторений. То есть креатина на седьмой день в мышцах много, его хватит и на 120 килограммов в жиме. Однако твоя нервная система, твои суставы, связки и все остальное, оно не готово к такому скачку. Поэтому планомерно повышая тренировочные показатели и вместе с тем плавно, шаг за шагом заполняя мышцы топливом, результат будет отличный. А лишний креатин тебе жрать не придется. Следующий вопрос, чем заедать, запивать, ну или как вы привыкли слышать, с чем лучше принимать креатин? Его нужно принимать вместе с какими-то быстрыми углеводами и желательно еще и жидкими. То есть гейнер подойдет идеально, то есть вы потренировались, после тренировки приняли гейнер, вместе с креатином супер. Хотя вот гейнер как раз я бы советовал принимать до тренировки, где-то за полчаса. То есть креатин лучше после тренировки с гейнером, а гейнер лучше до тренировки. Что, простите? Но не суть. Но действительно, а что говорят спортсмены? Креатин лучше всего усваивается именно с глюкозой, то есть это с чем-то сладким, с простыми углеводами. Обязательно его нужно запивать желательно чем-то сладким, либо, допустим, протеином. И немножко сахара, потому что с глюкозой он хорошо усваивается. Вы можете мешать с любыми углеводными напитками. Понял, принял. Сочок, сахарок, что-то сладкое, протеинчик. Продавцы? Лучше пить креатин с протеином, соком или чем-нибудь сладким, для лучшего усвоения. Виногородного сока просто взять глюкозу чистую, допустим, называется декстроза, с партином питанием она также продается. Или же просто взять хотя бы ложку меда, это будет тоже как транспорт. Углеводосодержащие и сахаросодержащие напитки, тот же самый сок, всякие морсы и так далее, за счет этого увеличивается проникновение того самого креатина в организм и в клетки. Ну, тут только морс добавился. Если вдруг на деревню поедете, и там будете качаться и принимать креатин, ну, такие себе дела. А в целом все по классике. Кого мы еще забыли? А, Снежного Человека и Миронова. Почему с пищей? Почему я говорю, что нужно употреблять с пищей? Потому что, опять же, доказано, что удержание креатина гораздо выше при приеме углеводов, либо белка, либо и того, и другого, желательно. Также его нужно принимать с едой. С большим количеством, особенно с самым большим приемом пищи. До тренировки можно и делать после. Если вы не хотите его добавлять в какие-то коктейли, углеводы, там, белково содержащие. Вариант потреблять креатин с едой, это уже интересно. Но вот эти рассказы про магический виноградный сок, мед, размешанный в воде, декстрозу и вот это все прочее, как выяснилось, даже морс... Ребят, как же я угораю, когда вы накидываете это в комментариях и личных сообщениях. Теперь я понимаю, где вы набираетесь этих оккультных знаний. Молодой вообще наслушался, я от безысходности сделал неправильно. О чем сам раскаялся? Примерно одну чайную ложку и запивал это с обычной водой. Конечно, лучше усваивается с каким-то соком, но я запивал с обычной водой. Объясняю первый и последний раз. Потом просто буду вам давать тайм-код на этот момент. Вот свежее исследование эффективности приема креатина с углеводами. Одна группа принимала креатин с водой, вторая креатин плюс 70 грамм углеводов. Такое количество углеводов мы получаем примерно в двух стаканах виноградного сока или же в пяти ложках сахара. Какой-то измеримой разницы в результатах не было. Все одинаково хорошо спрогрессировали. Так что если вы фанат виноградного сока, ну пожалуйста, но для усиления эффекта креатина его использование, как и использование меда и вот этих прочих дел нецелесообразно. Ставь лайк, если понимаешь, почему лишний сахар не всегда хорошо. Именно поэтому отдельно акцентирую ваше внимание на фразу Добромиля. Зачем нам вообще нужно креатин чем-то запивать? То есть он без инсулина не усваивается. Если выпить в чистом виде, да, выброса инсулина никакого нет, он просто у вас не усвоится. Это ложная информация, она сбивает вас. Креатин прекрасно усвоится без пищи. Господи, господи, почему, почему ты даешь ему столько подписчиков? Я не понимаю. Ну чё, третий вопрос. Это оптимальное время суток для приема креатина. Виталий продолжает давить пасту и параллельно рассказывает. В день с тренировкой, после тренировки, ну можно и до тренировки, это в принципе не особо и важно, но я бы принимал после тренировки. А в день без тренировки принимаем утром. Проснулись, приняли, всё. Это удивительно, как можно сочетать фразу «не имеет значения», приплетать сюда, как принимал бы лично, и при этом советовать разное время в дни с тренировками и без тренировки. Но не суть. А, ну да. В тренировочные дни вы пьёте 5 грамм натощак, 5 грамм после тренировки, а в нетренировочные дни только утром натощак 5 грамм. 3 грамма утром после сна и 3 грамма после тренировки. Миша, теперь уже Майк, всерьёз считает, что в тренировочные дни нужно пить креатина в два раза больше, чем в дни отдыха. А Глебов солидарен с ним только по дням тренировки. После тренировки очень хорошо заходит креатинчик. Креатин нет смысла пить там несколько раз в день, перед тренировкой, после тренировки. Ну и как вам это противостояние с Айтамы на минималках и пожилого афериста? А? Его можно применять до и после тренировки. Можно, в принципе, и во время тренировки тоже его добавлять. Миронов вообще поддерживает только околотренировочный период для употребления креатина. Но кто из них прав-то? По данным этого исследования, креатин прекрасно работает вне зависимости от времени приёма. То есть любой из вариантов, ребят, применим на практике. Лично я бы рекомендовал принимать вместе с любым приёмом пищи, включая тот же протеин или гейнер. Так вы получите все мифические преимущества связки инсулина и креатина без заморочек по части до или после тренировки. Если вдруг, если вдруг у тебя проблемы с усвоением креатина, попробуй разделить на два или даже на три приёма. Или замени свой креатин вообще. В чём разница и отличие между производителями креатина моногидрата, мы рассказывали вот тут. Ну и всё вроде понятно, осталось только узнать у пацанов, как долго все эти утехи с креатином должны продолжаться. Принимать креатин рекомендуется два-три месяца. После этого нужно сделать обязательно один месяц перерыва. И потом можно начинать новую банку креатина. Я, конечно, извиняюсь, но открытую-то банку креатина куда девать? Ну не суть. А, точно же. Креатин действует курсами. Он прекращает действие после полутора-двух месяцев приёма. Креатин нужно пить от одного до двух месяцев. Больше пить не нужно. Я использую креатин на протяжении двух месяцев, потом делаю перерыв. В течение двух максимум месяцев, после этого, естественно, точно такой же перерыв в два месяца или в месяц. В течение двух-трёх месяцев, потом месяц-два перерыв, и снова два-три месяца вы принимаете креатин вот такими периодами. Короче, как вы видите, все советуют какие-то курсы и перерывы рандомной длительности. Стоит ли делать именно так? Абсолютно не обязательно. Атлеты, принимавшие креатин 21 месяц подряд в количестве 5 грамм в сутки, не получили никаких побочных эффектов для здоровья. Более того, есть исследования и про 5 лет бесперебойного приёма креатина, и там у всех всё было хорошо, даже ничего ни у кого не отвалилось. Так что, если у вас нет необходимости делать перерывы между интенсивными тренировками, отключать и циклировать креатин не обязательно. Если постоянно тяжело тренируешься, просто вместо 5 граммов принимай на постоянке по 3 грамма креатина. Дядь Серёжа в этом вопросе нас особо порадовал. Креатин можно принимать постоянно и без перерывов. Как видишь, информация многих популярных ребят о креатине оказалась либо частично, либо полностью ошибочной и безосновательной. Поэтому подписывайся на канал, так как мы тут обычно стараемся использовать надёжные источники информации. Знаешь ли, разные исследования, почитываем, тесты изучаем. А если ты слышал ещё какие-то странные советы о креатине или о других добавках, пиши в комментарии, оставляй ссылки, мы разберёмся. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok